Хай, гайз! В эфире The Crew 2. И это Лаги Гайд 15. История «Надо денег о 15-ю». Вот, на самом деле не 15 нам денег дадут, а 67 500, но это 15-я часть, предпоследняя, предпоследняя в сезонах историй. Как бы то ни было грустно, но скоро все изменится. А давайте пока переходить непосредственно к самим точкам. Этап номер один. Титон Виллэдж. Для разнообразия я решил сменить морской пейзаж на горный и отправился в Титон Виллэдж в долине Джексон Холл. Снег – это замерзшая вода. А я люблю воду. Снял приятный домик и решил покататься по склонам. Речь, я так полагаю, идет о горнолыжнике. Нам нужно найти дом в Титон Виллэдж в долине Джексон Холл. Далеко к западу от Чикаго. Если рассматривать карту, как они пишут, да, то так будет очень тяжело найти эту точку. Чикаго. Постепенно приближая, мы увидим название, вот, долина Джексон Холл. Здесь есть вот такой Титон Виллэдж. И нам нужен вот этот домик. Так как это самая первая точка, то мы можем сюда поблизости где-нибудь телепортироваться. К сожалению, друзей здесь моих сейчас нет. Поэтому прям на точку я телепортироваться не смогу. Но начнем, допустим, с вот этой. У меня есть вот эта точка. Сегодняшнее прохождение будет на вот такой супер-мега-крутой тачке Salin S7. И, ребята, эксклюзив. Просто нереальный крутой эксклюзив. Если вы смотрите это видео до 6 июля 2022 года, то эту тачку вы можете взять за 10 копеек. Прям за 10 там крю-баксов. Не 10 тысяч, просто 10 крю-баксов. Или один крю-кредит. Это голубенькие такие денежки. Синенькие. Вот. Она сейчас идет по вот такой акции. Эта машина приурочена к 4-летию игры The Crew 2. Да, ребята, в нашу игру мы уже, в нашу любимую игру мы уже играем целых 4 года. И они празднуют четвертый день рождения этой игры. Вот. А вообще и серия игр The Crew уже 8 лет существует. То есть в 2014-м была выпущена The Crew 1. Пока я трындел, мы подъехали к нужному домику. Так, тут как-то через лес, через лес, через лес. И вот так мы оказываемся у первой точки. Переходим сразу же ко второй точке. Аэродром в Yellowstone. Этап 2. Я не терплю полумер. Поэтому оплатил полет на вертолете из парка Yellowstone. И меня высадили на вершине горы. Я просто надеялся спуститься вниз без происшествий. Окей, нам нужно найти аэродром, да, хелепорт. Блин, настала ночь. И ничего видать не будет. Yellowstone у нас находится... Где-то здесь. Ничегошечки не видно из-за того, что ночь. Но вот он этот хелепорт. Поставим точку вот сюда. И, естественно, из-за того, что я там нахожусь не на асфальте, мне вот так вот рисуют прямую. Значит, вот смотрите. Yellowstone. Вот здесь. И от него левее чуть-чуть. Рядом с Rally Raid есть наша точка. Поехали. Сейчас выйдем на асфальт. Снова перезапустим туда-сюда карту. И она... Навигатор раздуплится. Так, выходим на асфальт. Открываем карту. Навигатор должен перестроить маршрут. Все, готово. И почесали. На этой тачке я еду в первый раз. Так, стоп, не почесали. Значит, у нас вторая-вторая строчка. А вот, она загорелась зеленым. Все, теперь отлично. Теперь почесали. На этой тачке я еду первый раз. Ну, не первый раз в серии игр. Потому что в The Crew 1 у меня эта тачка есть. И она одна из самых быстрых машин в игре. Не поверите. Но это так. Я на ней прям вот, ну, там мега-скоростные рекорды могу ставить. Там. Но здесь я еще не пробовал. Я не знаю, что это за машина и как она управляется здесь и как гоняет. Потому что я ее еще не успел потестить. Я только что купил и сразу же сел снимать видосик. Да, я думал что тут будет опять про какого-нибудь богатенького ботана. Поэтому одел очки. Не удивляйтесь. Иногда я буду ботаном. Да. Ничего страшного. Мы ботаны. Люди умные. В отличие от вас всех ютуберов. Мы знаем. как заработать. 67 тысяч. Просто проехал. От одной точки к другой. Вот такие дела. Ну, поприкалываться это всегда всегда за. Вот. И не забываем, ребята, еще раз повторю те, кто просто переключает по точкам и не знаю слышите вы меня или нет. Но эту тачку можно купить до 6 июля 22 года прям практически за дешман и покупаем тачку. Вот. Попробуем. А, да, я же хотел так. До второй точки мы едем вот с таким видом. Точно, точно. А до третьей точки мы едем с видом из кабины. Ребята. Вот. Если вы еще не посмотрели вдруг стримчик мой ну, уже уже это видео, да о том как получить Nissan Fire Lady старенький такой Nissan очень клевый то обязательно ищите его у меня на канале. Было очень интересно два часа стрима соответственно получилось двухчасовое видео и вы там можете спокойненько себе заработать этот Nissan просто бесплатно. Вот. Посмотрите где все точки ну, все как обычно все как обычно. Вот. А тем самым ну, пока пока не знаю по ощущениям машина ну, блин быстро едет быстро но по сравнению с McLaren конечно я имею ввиду McLaren сена ну, блин но McLaren сена немножко в другой категории McLaren сена это у нас гиперкар а это у нас туринг кар ребята туринг кар да не забываем мы ее ищем в комплектах туринг кар потому что вы ее не найдете просто просто в гиперкарах нужно переходить в туринг да и и конечно же конечно же мы уже очень близки к точке сейчас подъезжаем забираем так вот я на месте надо заехать прямо на вертолетную площадку отлично завершаем этап и переходим к третьему этапу лыжный трамплин этап 3 я катился все быстрее и быстрее добром такой спуск кончиться не мог вдруг я пропустил поворот и полетел но не кувырком я оказался на лыжном трамплине на северо-востоке от Солт-Лейк-Сити в самой гуще соревнований и даже выиграл хорошо что все хорошо закончилось доберитесь от Йеллоустоуна до лыжного трамплина в районе лыжных трамплинов на любом наземном транспорте ребята блин от Йеллоустоуна до лыжного трамплина довольно долго ехать потому что у нас Солт-Лейк-Ресорт лыжный трамплин и я так полагаю нам нужно на вершинку вот сюда и это прям боль ребята это прям боль ехать просто труба сколько так а мы пока тем самым переключаемся я напоминаю что эту машину можно купить за дешман очень дешево сейчас на нее скидка до не понял налево я хотел направо до 6 июля на нее скидка ребята скидка бешеная эта машина приурочена к 4-летию поэтому заходим забираем все кто еще этого блин не сделал навигатор красавчик в начале нарисовал налево теперь нарисовал направо вот мы поговорим сейчас о новом сезоне который будет через две недели сезон этот ждет нас большое обновление игры обновление будет в основном для playstation 5 и xbox серии x будет обновление графики будет обновление до 60 fps это прям уже известная информация и будет естественно новый сезон трейлер нового сезона уже вышел на сайте Ubisoft его можно посмотреть либо может быть я выложу этот трейлер переведу его на русский и выложу этот трейлер у себя здесь на канале вот не факт конечно но возможно поэтому все кто предполагал каким будет 6 сезон в основном все предположения были правильные потому что я уже посмотрел уже уже откровенная информация есть о том какой будет сезон поэтому ребята все все как мы и думали вот по поводу того как это вообще что что это будет и как это будет выглядеть я пока не знаю будут ли продолжения этих историй ну то есть они естественно они будут не истории да они будут в качестве сезона то есть там нужно будет сезон motorflix то есть соответственно мы там набираем какие-то очки motorpass вот и соответственно забираем себе призы вот если они вернутся ну к тому что было раньше ну будет такое себе не особо вот тем более что ну снимать про это будет мне кажется скучновато вот но в любом случае окей мы будем продолжать снимать и пока у меня есть идея перепройти на стримах истории потому что допустим история про корж 550 она прям до сих пор заходит людям и они у него у нее на ютюбе у меня по крайней мере стабильный рост нет никаких скачков прыжков или падений да в просмотрах у нее вот прям стабильна она так вот это нам не нужно она стабильно идет и поэтому я думаю что о какие лаги я думаю что в принципе можно будет и нормально постримить еще старые старые вот эти все прохожденьки в принципе будет интересно сейчас я выпускаю видосики с тем как новичкам забрать бесплатные машины те самые бесплатные машины которые даются в гонках да за некоторые гонки вы получаете машину себе в гараж соответственно это очень 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 круто вы можете не покупать там что-то да а получить допустим машинку Mercedes-Benz можно получить X-класс это машина Rally Rally также можно будет получить DeLorean можно будет получить Mercedes трековый да Туринкаровский поэтому переходите смотрите эти видосы если если вы до сих пор не забрали эти три машины также можно очень просто забрать одну машинку называется она Aston Martin Wacanish вот она дается за то что вы подпишетесь на Ubisoft Connect ничего страшного в этом нет вы просто вводите там свою почту регистрируетесь и вам достается машинка если вы еще этого не сделали если вы это сделали то скорее всего эта машина вам досталась уже сразу то есть она появляется практически сразу как только вы открываете гараж свой в этой игре она там пишет что вот Ubisoft Connect там подконнектился и бэм и пожалуйста забирайте так на самом деле мы уже уже очень близки я думал прям очень долго будет но нет не очень долго вот такой у нее салончик ну естественно спортивный потому что машина спортивная вот но в целом но она приятная так я не туда поехал я не туда поехал нужно так штукенция раздуплить пожалуйста еще к одному заезду у меня я вообще не понимаю что она мне рисует опасаться это капец просто какой-то тут нет такого проезда как она рисует ехать нужно по вот этой дороге это все да ехать нужно по вот это по асфальтовой то все для соревнований не для нас а для соревнований так друзья те кто только что переключился прям сюда на последнюю точку я говорю что до 6 июля 22 года вы вот эту тачечку можете купить всего за 10 баксов в смысле игровых баксов обычных крю баксов вот эти которые буква б вот всего за 10 да не 10 тысяч а просто 10 да это она приурочена к 4-летию игры наконец мы добираемся до нашей финальной точки получаем наши денежки и что мы делаем правильно кайфуем ребята это неплохой способ поднять свой баланс финалочка у нас будет мы прыгнем с трамплина ае 67 косарей пожалуйста в карманчик мне положите и погнали друзья подкову мы собрали ну-ка сколько прониким баба отлично всем спасибо за просмотр я устал я ухожу я ухожу